Раз, два, три, четыре. Ее доказательства измеряются собственными шагами. До стены соседнего самостроя от дома Зинаиды Парамоновой не больше четырех метров. Почти в притирку, без соблюдения строительных норм, над головой у женщины, живущей в небольшом частном доме, нависла бетонная коробка на 80 квартир. По санитарным нормам и правилам пожарной безопасности расстояние между окнами должно быть не меньше шести метров. Хотя бы для того, чтобы у пожарной машины в случае ЧП была возможность проехать. В данном варианте даже на глаз видно, что это расстояние гораздо меньше. По документам в этом месте должен был появиться частный дом. Вместо этого выросла десятиэтажка под жилой комплекс. Подобная схема стала одной из самых популярных среди незаконных застройщиков. Или вот еще одна. Начать строить вообще без разрешительных документов, а потом со временем попытаться оформить все необходимые бумаги. По словам чиновников из мэрии Геленджика, у этой высотки разрешений на стройку нет. А 14 этажей уже есть. И даже квартиры продаются. Район повышенной системической опасности и многоэтажное строение, во-первых. Во-вторых, экспертиза проекта не проводилась. За конструктивную надежность никто ответственности не несет. Подобные дома в Геленджике не редкость. В проблемы курортного самостроя сегодня лично вникал исполняющий обязанности губернатора. Взяв с собой мэра Геленджика, Вениамин Кондратьев отправился в объезд по незаконным стройкам. Официально в Геленджике таких сейчас 102. 12 из них должны снести по решению суда. Снесите его, уже сил нет. Это же безобразие полное. У меня вся улица страдает. Родила здесь и выросла, и родители мои так же. И мне настолько обидно, понимаете, что такое безобразие у нас творится. Мы с мэром Геленджике и иными мэрами максимально приложим усилия, чтобы не то, что контрейный дом снесли, не допустить этого строительства впредь, не допустить самостроя. Они только уродуют любое лицо города. Нормальное. Хотите услышать, дом будет снесен. Спасибо вам всего. Но чтобы работа эта была максимально эффективной, Вениамин Кондратьев просит самих горожан активнее обращаться в суды. Ведь чем больше людей подают иски, тем больше вероятность вынесенного решения о запрете строительства. Но лишь с носом одного конкретного дома проблему самостроя не решить. Чтобы закрыть вопрос, как говорится на этапе фундамента, по мнению Вениамина Кондратьева, необходимо разработать систему контроля за незаконными стройками, чтобы можно было отслеживать действия всех заинтересованных структур на любом этапе строительства. Каждые два метра, каждые четыре метра, они росли. И не видеть их невозможно было. И для меня принципиально понимать, вот с момента котлована, кто и какие действия и с администрации, в первую очередь, предпринимал, стороны правоохранительных органов, иных компетентных организаций. Дайте мне конкретный анализ или конкретную фактуру, а анализ сделаю я сам. Вот на каждом метре кто и как реагировал. Если вы на третьем метре этого дома посылали кому-то жалобы или обращались к иным правоохранительным органам, и там не было реакции, значит, я хочу увидеть эту аналитику. Реагировали мы сначала рытья котлована, мы давали предписание, потому что разрешение брали на индивидуальный жилой дом. К сожалению, вырос десятиэтажный многоквартирный дом. В судах по решению этого вопроса мы находились порядка трех лет. Сегодня новые технологии строят ночами, полиция выезжает, постоянно снимали здесь гастарбайтеров. Незаконные стройки – угроза не только для людей, покупающих там квартиры, но в принципе для всего города. Об этом Кондратьев говорит на совещании в мэрии, которое собрал после объезда. От самовольного строительства плотность застройки увеличивается в несколько раз, а значит и мест для законных зданий становится меньше, что приводит к нарушению правил безопасности. Плотность застройки. Мы сейчас с вами по городу проехали. Достаточно большая плотность и не в первой, конечно, линии, и даже, наверное, не в второй. А в целом Геленджик, если ехать даже по основным его улицам, они достаточно плотно застроены. Вот здесь у меня возникает вопрос как пожарной безопасности. Я уверен, что не выдерживаются никакие ни ГОСТы, ни СНИПы, которые требуются изначально при размещении жилых даже домов. Поэтому плотность застройки я попрошу просто очень в ручном режиме контролировать. В ручном режиме. То есть мы не можем допустить вот такой как бы монолит жилых домов, стена к стене или офисных или административных зданий, которые практически образуют единую гирлянду. Во время объезда по незаконным стройкам Вениамин Кондратьев пообещал жителям Геленджика, что сносом того или иного дома после решения суда ограничиваться не станут. Главная задача – бороться с новыми самостроями и делать так, чтобы ни один кирпич не был заложен там, где для этого нет разрешений. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Геленджик.